Мужская сетка Сегодня мы показываем игру, которая определит, с какого места выйдет сборная Намского района из своей группы дальше в четвертьфинал. Вчера у обеих команд состоялись встречи против команды Олегминского улуса. И если татинская команда упустила свой шанс, проиграв Олегме 2-3 со счетом в решающей партии, то команда Намского улуса без особых сложностей справилась с Олегмой. И сегодня лидер группы встречается с его аутсайдером, если можно так выразиться. В белых игровых спортивных формах сегодня играет Намский улус. Всем знакомые известные волейболисты на сегодняшний день действующие чемпионы Республики Саха-Якутия по волейболу. И напротив них в желто-зеленых формах команда Татинского улуса. Их тренер Семен Васильевич Сабарайкин. Необходимо акцентировать ваше внимание, уважаемые зрители, на состав команды Намского улуса. Почему мы говорим, что они всем знакомы? Потому что на базе именно этой команды у нас создана сборная команда нашего субъекта Республики Саха-Якутия. И в последние годы, начиная после открытия специализированной ДИСУШа в селе Намцы, у нас наблюдается заметный рост уровня волейбола. В данном улусе привлекаются лучшие силы волейбола. Специально подбираются спортсмены, ребята, как и в юношеском возрасте, так и во взрослом мужском волейболе. Перед вами в черной форме Либера вы видите Айсена Жирготова, старшего тренера Республики Саха-Якутия, как среди юношей, так и среди взрослых, который сегодня живет и тренируется в Намском районе. И, соответственно, играющий тренер данной команды. В белой форме команда Намцев сегодня под номером один. У нас лучший игрок чемпионата Республики Саха-Якутия последних нескольких лет Николай Павлов, а также лучший разыгрывающий данного турнира Павел Абутов. Ну и ребята, которые имеются в команде Намцев, также имеют, Семен Слепцов имеет звание мастера спорта по волейболу, по волейболу Сиди, и которая будет сегодня уместным также напомнить, является мастером спорта России по волейболу. Дальше у нас, что касается команды Татинского Улуса, Татинская команда всегда славилась своим характером, своим задором. Если поймают кураж, то их невозможно остановить. Никогда не была простым соперником. И, конечно, сегодня ребята не в том настроении, как вчера против Алекминска, потому что они свою ключевую игру, как признали сами, к сожалению, упустились. Вчера в пятой партии проиграли Алекминску. Откровенно говоря, явным фаворитом в этой группе выглядит команда Намского Улуса, и поэтому вот борьба за второе место происходила именно вчера во встрече Алекминск-Татта. Ну а сегодня Татта, опять же, по их словам, им терять нечего, и они будут играть для настроения, для вашего эфира. Прямо так и сказали, сегодня ребята будут показывать, стараться свой самый лучший красивый волейбол. Улыбается Павел Абутов, номер 10. У нас сегодня он будет разыгрывать все комбинации вот этих ребят в белых формах. И на подаче при счете 1-0 мы видим игрока под номером 5 Намского района Семена Слепцова. Семен Слепцов, у него высокий рост, ну и все характеристики, чтобы стать одним из лучших нападающих в республике Сахар. А сейчас увидели доигровку комбинации в исполнении Николая Павлова, вот игрока под номером 1. Также на площадке под номером 7 находится родной брат Коли Сергей Павлов, многообещающий тоже молодой человек и собирающийся ни в чем не уступать своему более титулованному брату. Счет уже 4-0. Возможно, громкое имя ребят бежит впереди. Игры в данном случае, но я уже повторяюсь, Татта, она никогда не сдается, никогда не сдается, никому не обещает легкой прогулки. Ну, тем более им, что называется, терять нечего. Вот такие, например, подачи можно попробовать. Ну, а тут центральный блокирующий высокого роста, под номером 9 сам как раз идет подавать. Альберт Манаев его зовут, тем, кто не знает, Альберт 92-го года рождения, сам работал в городе Мирном. Ну, вот уже последние 3 года с командой Намского района. А так урожение с республики Башкортостан. Счет 2-5. Татта вводит мяч в игру. Очень красивая комбинация с короткого паса. Надеюсь, такой игры сегодня будет достаточно. И дирижировать сегодня будет именно Павел Абутов. Он у вас на экране, на подаче. Уроженец Кобяйского района, участник игр «Дети Азии» 2012 года, как мы все помним. Давно живет, работает, играет за команду Намского улуса. Айсен Джирготов, если что, может тут помочь с пасом, хотя сам играет на позиции Либера. Кто судит встречу? Первый судья у нас судья на вышке Семен Афанасьев, судья первой категории. Второй судья Анатолий Чемельзанский, судья первой категории. Счет уже сразу, с самого начала, становится удобным для команды Намцев. Семен Рахлеев на ваших экранах. Игрок команды Таттинского улуса. Пока идет по вашему прогнозу, полагаю, 3-9. Будем смотреть и наслаждаться красивым волейболом. Динамичным и комбинационным. И вот такая скидка, с которой не справляется там страховщик. В данном случае Павлик Абутов. И сейчас на подаче будет волейболисты Таттинского улуса Семен Рахлеев. Очень удачная серия для Татты. Ребята молодые. Возможно, они только для нас сказали, что терять нечего, играют в удовольствие. А на самом деле строят самые настоящие планы выхода из группы и дальнейшего сражения. Вот какой кураж истинно Таттинский. Может подзарядить ребят на подвиги. И у нас разрыв составляет всего 3 очка. Вот такая вот подача. Директор Волбинской средней школы Семен Рахлеев. Способствует тому, что на площадку возвращается игра. Волейбол, который очень любят все зрители. Как в зале, вот которые даже стоя наблюдают за своими командами, любимцами. И, соответственно, зрители. Николай Степанов. Татта. Мы уже видим цепочку удачных действий в его исполнении. Ну, а на подаче продолжает тоже участник Дети Азии. Только 2008 года Семен Рахлеев. И вот, наконец, намцам удается сняться. Николай Павлов выжидал этот момент. И, конечно, им воспользовался. Пока всего 1 очко составляет разрыв. Надо выдерживать Татте. Надо выдержать этот высокий темп, который без сомнения будут навязывать волейболисты из «Намцев». Стараться сохранить мяч в игре. Теперь другой Павлов Сергей. Сергей Павлов, не отставая от Николая, начинает в копилку «Намского района» вносить свою лепту. Взлетает хорошо у нас Николай Денис Лепцов. 2000 года парень. 181 сантиметр рост, но не факт. Может, еще растет до 25 лет. Ну, а тут блок Павлова и Марка Васильева. Надежный. Надежный двойной блок. К тому же высокий. «Намский» улуз признается, что в ранге фаворитов играть вдвойне ответственно. И некая психологическая нагрузка все-таки имеется. Я уже говорила, они являются чемпионами республики этого года действующими. И поэтому, с одной стороны, их игру уже изучают. Специально против них готовятся те, кто хочет завоевать медали наших игр. Ну и, с другой стороны, не хочется подвести болельщиков, земляков, тренерства, руководства района. Ну, пока на групповой стадии выглядят неплохо. Выглядят неплохо. Сборы. Команда «Намского» улуза проводила интенсивные сборы. Три недели проводила. Две недели ребята занимались в местности. «Маймага» в «Намском» районе. Там есть база, специальный лагерь волейбольный для детей. Вот там провели и последнюю неделю в спортзале, именно в условиях закрытых помещений, нарабатывали игровые ситуации. И вот хотелось бы услышать, конечно, подслушать наставление Семена Васильевича Сабарайкина, одного из самых уважаемых тренеров в нашей республике, тренера и преподавателя Северо-Восточного федерального университета. Ну, а пока его подопечные в ранге догоняющих. И при этом счет равный. Да и по игре не возможно сказать, что прямо подавляющее преимущество у какой-либо команды. Сейчас просто будем наблюдать, как дальше сложится. Наслаждаемся каждой атакой, каждой подачей. Вот такой, например. И с третьей зоны завершающим ударом в исполнении Марка Васильева. Что касается возрастного критерия команд. Тоже, как бывает на всех крупных турнирах, команды пытаются нарабатывать состав молодежный. Уже с прицелом к следующим играм в Барагонцах в Солданском улусе. А то же самое сказали и намские волейболисты. По составу команд Татинского района мы видим, что в составе есть Иван Турнин, почти что легендарный разыгрывающий Татинского улуса. И есть ребята 95, 97, 2000 годов рождения. Тоже состав с прицелом, скажем так. На задаче набраться опыта и подготовить к следующему этапу более боеспособную команду, если такое возможно. Очень сильная, красивая подача в исполнении Николая Павлова. Одного из ключевых игроков сборной, но не только намского улуса, да? Уроженца Олегминского района, но и сборной Республики Саха-Якутии. Даже не одна подача такая, а уже каскад. Каскад силовых подач. Кто-то жаловался, что там разбежаться неоткуда для силовых вот таких вот подач. Ну вот, Коля всем показывает, что еще как можно разбежаться, выходить. Так, ошибка второй передачи определяет судья. Ну и у нас пока что остановившаяся Татта попробует что-то сделать. Даже не заметили, как счет резко стал 9-22. Уже 23-9. Вполне ожидаемо, как бы нам хотелось борьбы, команда Намского района показывает тот уровень волейбола, который от него ждут. Татта сейчас играет практически без блока. и это позволяет намским нападающим творить, что они задумали, все воплощать. Там наступили заднюю линию при нападении. И очко переходит к Татте. 10-24. Хорошая игра в защите. И вновь ошибка второй передачи. 11-24. Пока у нас растягивается первая партия. Ну, впрочем, ненадолго. 25-11. Вполне рабочий счет для команды Намского Улуса, претендующий на самые высокие места на этом турнире, на этих играх. Что касается команды, женской команды Намского Улуса, девчонки тоже в последние годы существенно подтянулись. Во второй лиге республики показывали очень добротный волейбол. Отобрались на игры в Амге. И вот сейчас Намский район. Девочки тоже играют в силу своих способностей. Также претендуя на выход в четвертьфинал. Параллельно с нашим матчем сейчас идет встреча женская между командами города Якутска и Мегина-Кангаласского района. Вторая партия Мегина-Кангаласский ведет 3-0, пока только началась вторая партия. Там игра интересна тем, что кто выиграет эту встречу, станет первой в группе и соответственно выходит на второе место группы напротив, но то есть не против Амги. Скорее всего, тот, кто проиграет встречу Якутска Мегина-Кангаласский выйдет на сборную, на первую сборную Амгинского района. Это среди женщин. А у нас пока в эфире мужской поединок, встреча, самые интересные моменты, которые для вас мы специально повторяем. Первая партия закончилась в пользу команды намского улуса и Татинский Улус, который вчера проиграл свою самую ключевую встречу против команды Лёгминска со счетом 2-3 в пятой партии. Сейчас будет пробовать, стараться что-то противопоставить против действующих чемпионов республики. И фаворитов, несомненно фаворитов этих игр наряду и с командой города Ленска, с командой Амги, Якутска. Пока так далеко заглядывать конечно же не будем. Возвращаемся к нашей площадке. Многофункциональный спортивный зал в селе Амга принимает волейбол и мы по мере своих возможностей стараемся делиться с вами самыми интересными самыми зрелищными играми, которые происходят на наших площадках. Встреча среди мужчин. Второй соревновательный день. Групповая стадия. Сегодня групповые игры заканчиваются. Завтрашнего дня уже начинаются четверть финальные встречи. Но чтобы попасть на эти встречи необходимо сегодняшние игры завершить на самом высоком уровне. На максимуме своих возможностей. Поскольку 12 команд разбиты на 4 группы, по 3 команды в каждой группе, только одна команда остается за бортом, не попадая в четверть финал. Две команды, занявшие первое и второе места, выходят соответственно занимаемым местам. И вот поэтому каждая игра у нас в Омге происходит со вчерашнего дня. Практически на выбывание одну игру проиграл, оплошал в один момент, и получается практически прощаешься с играми, чего конечно никому не хотелось бы. На данный момент в мужской сетке уже обеспечили себе место в четверть финале команда сборной Омги. С первого места вышли и команда сборной Усть-Алданского района. Со второго места выиграли. В группе А за бортом остались ребята из города Нерюнгри. Вот такая была сильная группа А. А сейчас у нас встречаются команды Татты и Намского района. Вот какой высокий прыжок. Немножко повисли на секундочку и забили над чистой сеткой прям до пола в шестую зону. Павел Абутов на подаче игрок под номером 10 разыгрывающий. Вот пока по итогам первой партии лидер атак Николай Степанов старается что-либо придумать при своих атаках. Но пока у связки Татт пока не очень успешно все получается. Хотя счет у нас можно сказать равный. В первой партии на подаче Семена Рахлеева как раз был проблеск игры Татты. Три подряд были ими заработаны. но потом уже пошло все что-то пошло не так и 25 9 с таким счетом завершилась первая партия. Николай Павлов на ваших экранах первой партии расподавался что называется было много силовых подач его исполнении сейчас пока планер и счет 6 3 очко достается вновь игрокам намского улуса параллельно женская сетка значит пока 9 7 впереди мегин кангалатский улус вторая партия вот итог первой партии к сожалению я пока мне не видно отсюда с моего места но периодически буду по возможности освещать а сейчас у нас счет 8 3 Степанова заменяют тренер татинской сборной Семен Соборайкин на площадку выходит Алексей Агачонов под номером 3 или это Герасим Турнин Герасим Турнин у нас молодой парень выходит Турнин 4 8 на подаче Татта но мы увидели комбинацию крест вот очень правдоподобно имитирует ребята атаку с первого темпа а в то же время со второй зоны диагональ завершает над чистой сеткой не до что называется не докручивает до размеров площадки со второй линии волейболисты Татты и очко уходит к их соперникам разрыв у нас постепенно увеличивается 11 4 начинали вроде как равно вот эмоции Семена Собарайкина видно да что не ставят цели сокрушить команду намского улуса но хотя бы показать все на что способны вот как надо накатывать удары обманывающие удары нападающие еще раз напоминает Семен Собарайкин команды возвращаются на площадку и счет у нас 11 4 на подаче Марк Васильев 93 года рождения волейболист подает планер коварнейший либер остается неудел 12 4 сегодня что касается нашей сетки эфирной после этой игры мы покажем после этой игры мы покажем игру сейчас поточнее скажу ну в общем еще три игры будет еще остались две мужики и одна женская а пока смотрим намский с татинской командой в которой пока намцы впереди и по партиям и на второй партии по счету после этой игры Чуропчинский район и Якутск будут встречаться и мы обязательно эту интересную игру покажем еще одна игра после Чуропчи Якутска это Ленский и Мегина Конголацкий мужской это игра под вопросом возможно покажем как успеем и последнее заключительное мы наконец увидим первую команду Амги женской сборной это заключительная игра второго соревновательного дня Амгинский и Оленекский женщины будут в эфире возвращаемся к полю на подачу Татта и в атаке Сергей Павлов от братья Николая и Сергей Павловы уже два года как играют в сборной Намского Улуса Николай еще давно играет хотя они сами уроженцы Олегминского района Альберт Манаев был на ваших экранах с третьей зоны атаковал и вот в результате долгого интересного розыгрыша очко опять достается фавориту данной встречи команде Намского района Чуропча Чуропчинский Улус по традиции выставляет очень сильную команду в мужской сетке и тем интереснее будет на них посмотреть после этой игры Чуропчинский против команды столицы нашей республики команды города Якутска Не отходите от экранов подключайтесь к смартфонам онлайн трансляции эфиры телевизионные сегодня отныне и до конца НВК Саха показывает вам все самые лучшие игры по волейболу хоть бы дальше никаких травматических ситуаций не было а то в первые игровые дни всем уже известно были какие-то ряд печальных случаев в том числе и для волейболистов об этом мы во время игр с Амгой еще расскажем а сейчас пока переключаемся на Семена Слепцова который вводит подачу в игру и какие-то быстрые темповые комбинации стараются подключить Таттинсы что не может не радовать молодцы ребята не тушуются но надо пытаться больше и тогда результата будет ощутимее доводка есть но к сожалению с нападающим связка не допоняли друг друга остались без нападающего удара что покажет Абутов он прямо так даже немножко наголо посмотрел в сторону площадки увидел что котел пустует и легким движением руки отправил значит в пустую шестую зону Семен Слепсов мастер спорта России по волейболу сидя продолжает подавать кстати говоря волейбол сидя также представлен в программе игр народов Якутии в Омге кроме волейбола который мы наблюдаем классического еще и рядом вот с нашим спортивным залом на песках идет пляжный волейбол где представлены тоже очень внушительные составы 20 21 6 полагаем в такой игре в групповой намские ребята не раскрывают всех своих козырей их лучший волейбол мы увидим дальше в четвертьфинале в полуфинале и возможно очень даже возможно в финале а пока сейчас каждая из сторон в свое удовольствие играет в тот волейбол который может на данный момент в селе амга спокойный комфортный счет 23 7 для намской команды свисток и комбинация которая не увенчалась успехом гаврил власов подает и продолжит подавать потому что очко розыгрыш в пользу Татты близится концовка второй партии но пока Татта не согласна с таким маленьким счетом у себя на табло но в то же время намская машина просто себе едет и едет по своей вымощенной дороге 24 10 на партию подает Павел Адбутов и тут переигрывает наконец переигрывает блок Николай Степанов хотя этому не очень сильно радуется понимая то что момент все-таки в этой партии упущен Семен Рахлеев под 13 номером на подаче ошибку два касания определяет первый судья Семен Афанасьев и Семен Рахлеев продолжит подавать 13 24 это пока лучший результат в этой игре в первой партии счет доходил максимум до 10 а здесь уже за 10 очковой рубеж молодцы татинские волейболисты перешли счет становится 14 24 без права на ошибку по лезвии ножа значит сегодня длится у нас игра к сожалению подача не перекидывается не перелетает сетку и вторая партия также завершается в пользу намского улуса волейболисты намского улуса сейчас выглядят фаворитами этой встречи уже без всякой опаски как и прогнозировали но игра у нас по регламенту из пяти партий и необходимо выиграть еще одну партию чтобы встречу записать в свой актив какие атаки происходили во время игры вы все смотрите на повторы женские команды пока Мегина Конголазский впереди со счетом 22-20 во второй партии Мегина ведет фавора мегина на мегина во второй партии на мегина с мегина од Седьмые спортивные игры народов Якутии, второй соревновательный день, групповая стадия. Мы наблюдаем за игрой команды Намского Улуса и команды Таттинского Улуса. Сейчас ребята заходят на площадку, начало третьей решающей партии. Решающей, потому что намские волейболисты уже ведут со счетом 2-0. Намские ребята в случае победы выходят из своей группы с первого места, а Таттинская команда в случае проигрыша с двумя очками покидает плей-офф турнира, будет бороться за 9-12 места. Параллельно на женской сетке происходят не менее интересные встречи между командами Мегина-Кангаласского Улуса и города Якутска. Вторая партия, очень напряженный матч 23-23. Якутск сравнивает счет. Вторая партия близится там к концовке, а у нас самое начало третьей партии. Первое очко остается за командой в белых игровых формах. Это команда Намского Улуса. Вы видите Николая Павлова, Альберта Манаева, которые играют, представляют сегодня намский Улус, как и Семен Слепцов, который вводит мяч в игру. Двойной блок сегодня никак не перекинуть. Блок, в отличие от Таттинского Улуса, у намцев работает четко. Никаких вопросов к нему сегодня быть не может со стороны зрителей. В случае победы в этой группе, группе Б, намский Улус может выйти против команды, которая займет второе место в группе В. Это у нас команда в группе В. У нас играет Чуропча, Якутск и... Чуропча, Якутск и... И не могу найти, какая у них... Мирненский. Мирненские ребята вчера не вышли против встречи, против чуропчинских ребят. А сегодня Чуропча, Якутск будет определяющая игра, кто с какого места выйдет в этой группе. Поэтому намсы, выходя с первого места, если немножко забежать вперед, да, будут ожидать своих соперников в лице либо Чуропчи, либо города Якутска. Дальше четвертьфиналы. Только все интереснее становится, даже если у нас групповой турнир таким интересным, захватывающим получился. Вчера в первый соревновательный день прошли пять игр, по пять игр среди мужских и женских команд. И сегодня оставшиеся пять игр. И уже ближе к шести часам вечера многое уже будет ясно, известно, кто с кем дальше пойдет играть в борьбе за золотые, серебряные и бронзовые награды седьмых спортивных игр народов Якутии в селе Амга. Игры, которые мы ждали пять лет, самые долгожданные игры в истории современного якутского спорта. В атаке Намский, если не сильные удары, то такие вот выбивающие блок скидки. В данном случае в исполнении Марка Васильева приносит очко. Айсенджер Готов, играющий тренер, старший тренер Республики Саха-Якутия в форме Либера на ваших экранах. Сегодня представляет линии защиты Намского Улуса. На поле появился Иван Турнин под номером 10. Человек, внесший очень много, свой весомый вклад в развитие тактинского волейбола, да и вообще волейбола Республики в целом. Немножко скучно становится игрокам Намского Улуса. Своё дело они делают. И ожидают хода со стороны противников своих, ребят из Татинского района. После этой игры мы будем смотреть игру группы В, Чуропча-Якутск. И потом уже переключимся на женскую сетку. Амга-Оленёк. Амга-1, Оленёк. 9-4 становится третья партия. Женщины, как я уже говорила, играют Якутс, Мегин и Конголаский. У них началась третья партия. К сожалению, ничего не могу сказать по итогу предыдущих партий. Но, судя по поведению спортсменок, встреча осталась, партия осталась за командой города Якутска. Намцы в атаке. Сергей Павлов попытался с диагонали завершить. Не получилось. Зато получилось у волейболистов Татинского района. Счёт становится 5-10. Может быть, не всё ещё потеряно в этой игре. Поживём, увидим. Может быть, какое-то третье-четвёртое дыхание откроется в этой партии, воспользуясь тем, что у намцев ощущается определённое расслабление. Ну вот, невозможно всё время поддерживать высоченный темп игры. Если соперник ничего серьёзного не оказывает, можно себе позволить немножко в спокойном темпе продолжить играть. Под седьмым номером Сергей Павлов идёт подавать за команду Намского Улуса. Даже такие обманные движения мы можем посмотреть. И в итоге скидка. Альберта Манаева приносит 12-е очко команде Намского района. Сегодня в мужской сетке Ленский район выиграл у Среднеколымска 3-0. Усть Алданский выиграл у Нерингри 3-0. И вот третья игра сегодняшнего игрового дня. Намский, Татинский тоже близок к 3-0. Амгинский, Усть Алданский вышли из группы А с первого и второго места. И в группе Г сегодня определится всё во встрече Ленск Мегина Конголаский. Кто с какого места выйдет. Исенжер готов. И вот показатель высочайшего мастерства Николай Павлов. Все ждали сильную атаку со второй зоны. А он как раз накатывает так, как хотел бы Семён Сабарайки. В предыдущем перерыве мы увидели, как надо руку скидывать, чтобы мяч приземлился ровно в середину площадки. На счёт вы увидите сами и на экране, и на табло, которое горит зелёным огнём. Вот очередная рабочая атака Семёна Слепцова. Приносит 19-е очко. Счёт становится 19-7. Семёна 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 Семёна. 17-7. Семён Слепцов. Что покажет Татта. Хорошая атака, но защита справляется. И Павел Абутов. Как это бывает. По ходу игры периодически делает свою скидку на очко. Устал Семён подавать. Одна ошибка ему пока простительна. 9-18. Хорошая короткая подача, с которой не справляются на приёме намские волейболисты. Пока ещё можно бороться, играть и записать в свой актив, даже свою, хоть одну, но партию в игре против намцев. И видим, какие проходят метаморфозы на стороне Таттинской площадки. Тут хоть и на улице не жарко, а наоборот прохладно и ветрено. Внутри помещения как раз температура очень высокая. Игроки потеют и падая, значит, на полу оставляют мокрые следы от футболок. И приходится периодически обращаться к техничкам. Намский Лус, безусловно, в числе фаворитов игр. Как это происходит последние 5-6 лет. Хороший блок от Семёна Рахлеева. Семён использует преимущество своего высокого роста. И счёт становится 11-19. 11-19. 8 очков. Это много для игры против намцев. Но, как говорится, ещё никто ничего не сказал. 12-19. Судья-информатор объявляет наш счёт. И мы за ней вторим. Это означает, что 7 мячей всё ещё разделяют догоняющую и ведущую команду. Это был Семён Собарайкин. Вдвойне обидно, когда проигрываешь очки. От скидки, а не от нападающего удара. Неужели попадает в площадку Павел Абутов? И попадает. И это гроссмейстерская подача. Опять туда же. Но в этот раз, к счастью для тактинцев, Павелу не удаётся повторить свою точку. 13-22. С каждой партией Татта всё лучше и лучше. Но этого, к сожалению, недостаточно в игре против лучших. 14-22. Вот он крест. Николай Павлов внезапно со второй зоны атакует над третьей зоной. Этот высокий прыжок и пауза провисание в воздухе. Вот это очень дорогого стоит, конечно, в волейболе. Не только у нас, но и вообще в мировом волейболе. Очень красивый розыгрыш. Мы смотрим. Возможно, надо было подключать диагональ и тогда блок Намский не успел бы туда переместиться, хотя это тоже вопрос. Такое ощущение, что ребята повсюду успевают, везде на месте и ко всему готовы. Альберт Манаев под номером 9 вооружений с Республики Башкортостан возвращается на площадку. Марк Васильев у нас на подаче. 16-24. вот как с трех точек были задействованы нападающие. И в итоге завершить эту игру со счетом 3-0 выпала честь Сергею Павлову, игроку под номером 7 Намского Улуса. Очень убедительная и красивая моментами даже великолепная игра сборной Намского Улуса, являющейся одним из безусловных претендентов на медали, возможно, даже на золотые медали седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Мы благодарим сборную Татинского района за волю к победе, за то, что показали волейбол, на который они способны на сегодняшний день, за настроение, за всегда их доброжелательное отношение к соперникам, к зрителям, к журналистам. И, к сожалению, они занимают в группе третье место. Пожелаем им удачи на стыковых встречах. Команды из этой группы «Б» команды Намского Улуса и команда Алёкминска города Алёкминска выходят из первой и второй позиции соответственно и будут ждать своих соперников, которые определятся после этой игры во встрече Якутск-Чуропчинский Улус. Встречу Чуропча-Якутск среди мужчин телеканал НВК «Саха» обязательно покажет игра извечных соперников на чемпионатах республики Чуропча и Якутск среди мужчин. Это будет, хочется верить, самым вкусным блюдом нашего сегодняшнего второго соревновательного дня. что греха таить Чуропча и Якутск они уже беспрерывно являются соперниками последних 15 лет без преувеличения можно будет сказать, потому что Якутск это Якутск, где проходит чемпионат республики по волейболу, а Чуропча это заречный Улус, который очень близко от Якутска и постоянно не пропуская приходит на чемпионат республики. Поэтому будет дальше только жарче. Оставайтесь с нами. Мы показываем лучшие матчи волейбола из Амги. До новых встреч!